Добрый день, НРБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Представители Минского автомобильного завода осматривают площадки для организации своего производства в Башкортостане. Об этом сообщает корпорация развития республики. Рассматриваются три варианта в Уфимском районе и один в Стерли-Тамаке. По итогам встреч ожидается, что компания определится, где разместит предприятие по выпуску спецтехники и шасси. Объем инвестиций оценивается в 300 миллионов рублей. Ожидается, что инвестпроект белорусской компании войдет в список приоритетных. Эксперты автомобильного рынка отмечают, что производство спецтехники в стране налажено гораздо успешнее, нежели выпуск легковых автомобилей. Тем не менее, локализовать полный цикл навряд ли удастся. То есть нам нужно, получается, локализовывать все. Но это тоже нереально. Потому что если у нас чего-то не локализовано, мы всегда можем встать. И это не только мы. Я имею в виду, мир действительно стал глобальным. И идея построить феодальное общество, в котором в каждой стране может производиться все, она не жизнеспособна. О планах локализовать производство МАЗа в республике стало известно в начале июня во время инвестиционного Сабантой в Зауралье. Тогда белорусская компания объяснила свое желание работать в Башкортостане влиянием санкций и необходимостью осваивать новые рынки. В Башкортостане сократился средний срок регистрации прав на недвижимость с 7 до 2 рабочих дней. А по заявлениям, поданным в электронном виде, до 1 рабочего дня сообщили в региональном Росреестре. Также сократились сроки по одновременной процедуре учета и регистрации недвижимости. В августе в среднем срок таких регистрационных действий сократился до 4 дней, а по электронным заявлениям до 3 рабочих дней. Как отметили в Росреестре, с июля в республике разработан и внедрен алгоритм действий инвестора по процедурам учета и регистрации недвижимости. Этот алгоритм предусматривает сроки каждой процедуры и фиксирует перечень необходимых документов. Напомню, в рамках национальной программы системы пространственных данных к 2030 году Росреестр планирует сократить все учетно-регистрационные действия до 1 дня. Вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался последний руководитель СССР Михаил Горбачев. В Башкортостан экс-президент часто приезжал по самым разным вопросам, включая семейные. Его жена Раиса окончила школу в Стерлитамаке. Первый раз генсек приезжал в Башкортостан в связи с крупнейшей за всю историю страны железнодорожной катастрофой под Улутиляком, в которой, по разным данным, погибли до 645 человек. По словам бывшего главы Минстроя Республики Минераис Усманова, тот инцидент повлиял на то, что в 1992 году в Башкортостане появился второй мост через реку Белую. Также семья уже бывшего руководителя страны побывала в Башкортостане в 1994 году. Тогда Раиса Максимовна сообщила, что приехала на свою малую родину. Позже журналисты узнали, что Чита посещала родственников первой леди. Напомню, Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС 1985 года до распуска партии в 1991 году, а также лауреатом Нобелевской премии мира 1990 года за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и западными странами. Спрос на аренду автомобилей этим летом в Башкортостане вырос на 19%. Средняя стоимость проката составляет 900 рублей за день. Такие данные представили аналитики Авитоавто. Они связывают всплеск интереса с развитием внутреннего туризма. На долю региона приходится 2% от общего спроса на услугу по стране. Самый большой интерес к аренде авто зафиксирован в Москве и Московской области. 21% от общего федерального спроса. В Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а также Татарстане и Дагестане. Причем в последнем самая высокая средняя стоимость проката – 2000 рублей. Как рассказали региональные эксперты, спрос на услуги автопроката имеет ярко выраженную сезонность и всегда растет летом. Чаще всего клиентами становятся семьи с детьми, командировочные, сотрудники компаний-партнеров. В основном это иногородние жители, поэтому большая часть рекламного бюджета идет на информирование об услугах за пределами республики. После значительного подорожания запчастей, масел и услуг мы подняли цены в среднем на 200-300 рублей в сутки. И сейчас автомобили типа Hyundai Solaris или Kia Rio в среднем стоят в районе 2500 рублей в сутки в зависимости от срока аренды. Поднятие цен было сделано примерно в апреле 2022 года. Эксперты также отметили, что увеличились сроки аренды, так как машину берут на время отпуска или командировки. Две умные спортплощадки в республике установит тольяттинская компания Sagama Service. Организация снизила начальную цену на 14 миллионов до 47,5 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок. Финансироваться поставка и монтаж оборудования будут из федеральной и региональной казны. Всего на контракт претендовало 4 компании, 2 заявки отклонили, второй участник торгов предлагал выполнить заказ по максимальной цене. Спортплощадки установят в Уфе во дворе дома номер 16 по улице Борисоглебской и в Стерлитамаке во дворе дома номер 2А по улице Водолаженко. Подрядчик должен поставить оборудование в течение 10 дней с момента подписания договора и смонтировать его. Спортплощадка включает комплекты для взрослого и детского воркаута, силовые тренажеры, уличный теннисный стол, стойки для волейбола и баскетбола, хоккейные борта и ворота, а также трибуну на 100 мест. У меня на этом все. Оставайтесь на РПК. Хорошего дня!